Федеральная налоговая служба начала рассылку ежегодных сводных налоговых уведомлений. Они включают в себя налоги по транспорту, земельный налог, налог на недвижимое имущество граждан. Реквизиты для оплаты также указаны в сводном налоговом уведомлении. Также в сводном налоговом уведомлении есть УИН, QR-код, штрих-код. Можно воспользоваться любым способом оплаты. Сводные налоговые уведомления будут рассылаться заказными письмами по почте и в электронном виде на личные кабинеты налогоплательщиков физических лиц. Если налогоплательщик не подал заявление о том, что ему нужно дублировать уведомления по почте на бумаге, то уведомление придет только в личный кабинет налогоплательщика. Если по каким-то причинам человек не получил сводное налоговое уведомление до конца октября или не согласен с суммой, то необходимо обратиться в ближайшую налоговую инспекцию или многофункциональный центр. Также можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика или обратиться напрямую в ФНС России. По поводу сайта госуслуг. На сайте госуслуг сводные налоговые уведомления не появляются. Там появляется только задолженность. В нашем случае это будет 2 декабря 2021 года, когда текущие платежи перейдут в разряд задолженности. Специалисты отмечают, что нужно ориентироваться только на сайт Федеральной налоговой службы. Зайти в личный кабинет налогоплательщика можно с логином и паролем от портала госуслуги. Продолжение следует...